Субтитры делал DimaTorzok Угрозы лично, но иногда можете поручить это агентам. При выполнении побочных заданий они приобретут ценный опыт и могут найти новые снаряжения и даже других опытных агентов. Однако в это время их нельзя будет использовать на заданиях, поэтому тщательно подбирайте группы. Окей, то есть если у нас вдруг нечаянно кто-нибудь умрёт. Так, картер. Я пожалуй хотел бы снаряжение изменить. Вот этот ранец мелкого стрелка это конечно клёво, но ранец стрелка мне нравится больше. Лазерный пистолет, пулемёт, осколочная граната. Это всё стандартное. Ну-ка, лазерный пистолет. Или простой пистолет-пулемёт. Вот интересно, что лучше конечно же сохранять точность полностью автоматически для близких дистанций. Так, линтовка М14, но тебе нужно что-нибудь помощнее. Давай тоже с лазерным пистолетом-пулемётом будешь ходить. Что это? А, это вообще... А, не-не... Не-не-не. Так, операции. А как мне можно отправить кого-нибудь на операцию? Значит вот, по этому, да? Нью-Мексика, масштабная операция. Сигнал изне. Не, можно конечно выполнить какую-нибудь... Сложность операции 7. Что это значит, интересно? Сложность операции 5. Автономное задание? А, автономное задание. Это в смысле для этих... Район сразу же снижает урон, получаемый в любых атаках. По данному радиоперехват, то есть что-то там... Так, выбрать агента. Это печально. Мне надо больше агентов, значит, нанять. Чтобы это было. Так, личный состав. Нанять нового агента. А можно просто взять рандомов? Нет. А кто там артобстрел умеет делать? Инженеры? Перебирает свое оружие. Так. Это агент в дополнительную физическую закалку. Быстрее восстанавливаться. Дальше оставаться в строю. Больше урона. Давайте вот это. Ну пусть рассеянный лазер. Я не знаю. Дробовик, по-моему, это полный отстой. Ебать, что за охотники за привидениями? Твою мать. Он специально такие цвета подбирает. Конченые. Бля, и каких-то... Ну ладно. Будем считать, что он негр, поэтому у него такой... Дерьмовый вкус. Я не понимаю, я... Бля. Все заново. А, вот, подтвердить изменение кнопки я не нашёл. Нет, тю-тю-тю-тю, put up, заверповать. Да. Так, ещё парочку надо. Штурмовик. Ну давай, СМ-14. Нет, у меня есть уже с таким гидом чувак, так что... Надо бы тебя сделать каким-нибудь другим, но вот всё, зелёный более-менее. И зелёный китаец, всё логично, отлично. Отлично, логично. И ещё одного, раз уж на то и пошло дело. Так, она сможет наносить больше урона, чаще применять умения. Подтвердить. Надо сделать ему какой-нибудь внешний вид. Ух ты, блин, какой чёрный, сплошная чёрная текстуре на меня это устраивает. Ты будешь просто чёрным, да. Так. Ой, слишком далеко ушёл назад. Так, давайте операции, вот это вот операция 5. Выберем трёх агентов для неё. И 5. А можно ещё и 6. А, всё, хватит, типа. Ну, это как в Assassin's Creed. Что, можно, конечно, побочную сделать. Но, я думаю, нет, всё-таки начнём с масштабной операции. А, нет, всё нормально. Я думал, что я снова не поменял всякие штуки нужные, но... Потом всё-таки решил, что я поменял всякие нужные штуки. Я, наверное, поменяю снайперскую винтовку после этой миссии, потому что... Будет готова через час. Что за чёрт? 14 баксов запчасти. 27. Зомби. Что за чёрт? Будет готова через час. А чем мне их кубки? Никто не жаловался, сэр. Что за чёрт? Нет, сэр, сэр. Напоминает зомби какой-нибудь, Resistant Evil или Тинал. Даги, это же настоящий ад. Да, и наш Досилва где-то там. Возможно, он узнал что-то полезное о лунатиках. Наверняка. Досилва расскажет нам то, что знают все лунатики. Как попасть внутрь? Что? Как это он нам расскажет? Откуда он может знать это всё? Странные какие-то диалоги. Кепочка. Маленькая кепочка. А доктор что же? Блин, я не всем изменил снаряжение. У одного до сих пор простой ранец. Чёрт. Последнее сообщение Досилва отправил в полумиле отсюда. Больше от него ничего не было. Если мы его не найдём, мы потратим кучу времени на то, чтобы войти в башню. Да. Неприятно, наверное. О, 6-12. Ну, уже получше. 18 патронов для снайперской винтовки лучше, чем... Не 18 патронов для снайперской винтовки. Адер, не расслабляйтесь. Вижу несколько патрулей рядом с вами. Вас понял. Вижу серых. Так, вы. Ты идёшь вот... Вон туда. Двигаюсь к точке. Ты идёшь вот... Блядь. Навёл на своего. Это чопа мне не нравится вообще. Так, я тем временем... Подкидываю вот этого пацана. Поднимаю его. Пора рисовать звёздочек. Мне нравятся их автоматы. Так, ты... Выманивай вот этого. Отвлеките этого ублюдка. Эй, я здесь, придурок. Ты, дай-ка нам усиление урона. Ну, нам двоим ты обойдёшься. Да, к сожалению, оптимизирована эта игра не очень хорошо, поэтому немножко лагает. Ну, куда же ты, малыш? Ох ты, ёпты, мать. Их там много. Нет, нет, нет. Ты что, типа снайпер? Ты. Ты. Давай-ка щит. Не-не-не. Бля, меня бесит то, что мышки переключаю. Поставьте щит туда. Есть щит. Так. Не-не-не. Так, кого-нибудь надо выманить. Желательно кого-нибудь вот из этих. Их оттуда так просто не выпьешь. Отвлеки его внимание. Ну, давай, тупая скотина. Гранатки летают. Ну, блин, не хватает чуть-чуть, чтобы добить. Щит снят. На троих никак не расстелим, нет? Тогда давайте сначала ты встанешь вот сюда вот. Вот. Давайте за укрытие. И тогда ты сможешь на всех троих кинуть усильняшку. Уф! Нам пора взбодриться. Вот и стимуляторы. Еще чуть-чуть. Они готовы к обороне. Ни хрена себе. Их довольно много. Давайте выманивать по одному. Отвлеките этого ублюдка! Выходите и деритесь, ублюдки! О, можно сканировать местность с помощью гранат. Так. Поднимаю! Неудачно, конечно. Ну ладно, все-таки убил. Внимание! У нас гости! Ты только заметил? Перезаряжай тщит! Так, что... Перезаряжаюсь! У нас тут новые пушки, нет? Патрончики. Хорошо, патрончики я люблю. Тихо! Давай, выманивай, короче, по одному. Отвлеките его огонь! Ну давай, тупая скотина! А я буду... Отстреливать пацанов. Вы тут как на ладони! Надо что-то делать! На какой ладони? В отличную... Отличная позиция. Никто, по-моему, попасть не может. Они орут, что они как на ладони. Просто выманиваем по одному, да и все. Стал стаден. Отвлеките этого ублюдка! Выходите и деритесь, ублюдки! Чит избитый! Вали его! Гвардеец. А у них есть свой кардинал? Ну, если гвардеец и есть, то и кардинал должен быть. Типа. О, отлично, патрончики. Еще патрончики, максимум боезапаса. Меня это устраивает. Не-не-не, что я делал? Я не хотел. Всякие штуки их подбирать. Ненужные. Сюда нам надо? Сюда нам, похоже, и надо. Ощутить скорость. Тогда вперед! Держитесь крепче! Фортсфуд Гранд Атлантик поможет пересечь всю солнечную систему быстро и комфортно. К вашим услугам... Записочка. К сведению торгового персонала. Если вы слышите радио КНОФ, то знаете, что в этом году к нам из Мексики приедет опасный штамм гриппа. Мы настоятельно рекомендуем торговому персоналу мыть руки и по мере возможности избегать физических контактов с покупателями. Конечно, продажи важнее всего, поэтому мы не будем отказывать покупателям, даже больным. Улыбайтесь, но старайтесь не дышать глубоко. Как будто это поможет. Помните, вы можете взять больничный, а продажи не могут. Вы все должны выполнить свой месячный план, несмотря на болезнь. Лучший способ добиться этого — не заболеть. Поэтому будьте здоровы с наилучшими пожеланиями Дрю МакКрори. Коммерческий директор Ларри Портсмут. Има. Восемь человек в автомобиле, нихрена себе, прям цыганская семья. Уважаемый мистер Смит из Смит Моделлинг Компани. По телефону разместил заказ на заставку 500 обычных кукол-болванчиков. Автосалон Ларри Портсмут в Киме, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Как много текста ненужного. Много ненужного текста. Весь город заражен. Мы с женой подхватили грипп, но нет времени отлеживаться. Могу предложить тебе новый портсмут, Кремден. Как и договариваться. Попадка, грунтовка, всего задвижение. Что это такое? Типа взорвать можно? Типа взорвать можно? Что это баг такой. С текстурами. Полученное снаряжение увеличивает радость диус умений. И урон, наносимый оружием, снижает урон от огня противника. И урон, наносимый оружием? Что? То есть он, типа, клёвая штука. Но мне моя нравится, которая увеличивает количество патронов. В снайперской винтовке аж на три патрона больше становится. Гартер, я нашёл Досилву. Он на средних волнах. Включайте. Экском. Говорит Досилва. Если вы это слышите, то и они тоже. Я на радиостанции. У меня ещё есть пара трюков в запасе, но... Долго я не продержусь. Помощь мне не помешает. Он вышел в открытый канал. Чужие сразу поймут, где он. Чужие задвигались. Они смещаются к радиостанции. Вы всё слышали. Вперёд! Вперёд спасём нашего друга Досилву, который наш друг, типа. Да, по-моему, это бак игры такой. Надо, наверное, перезапустить, типа. Или ладно, хрен с ним. Что-то подорвал. Это сюрприз от Досилвы. Он где-то рядом. Карта? Давайте сюда. Времени мало. Вперёд! Нам надо на станцию. Есть, сэр. Что-то я думал, это радиостанция, это какая-нибудь там большая вышка рядом будет. А это какой-то, блин, кафешка, я не знаю. Но я был не здесь. Я оставил ублюдкам пару сюрпризов. Только скажи, я устрою им движуху. Выпускаю стимуляторы. Толкни его. У меня появилась... А, ловушка Досилвы. А, я понял. Ника! Сейчас! Я рад, что ты с нами. Давай, Ника! Ещё один готов. Сжиги, на пульсетке. Нормально, быстро мы с ними разделались. Я даже патронов почти не потратил. Так. Что это? Это я. Что у нас тут? Повысить точность урона, наносимое оружием. Боевой опыт позволяет этому агенту стрелять с особенной меткости. Существенно увеличивает урон, наносимый спровоцированным врагам. Этот агент точно знает, как спровоцировать бойцов противника на необдуманные действия. Его жертвы бросаются на обидщика, становясь лёгкой мишенью для остальных агентов. Да, думаю, это будет полезно. Так. Ну да. Так. Ты уничтожить щит противника и оглушить его самого. Неплохо. Уничтожить броню противника, оставив его беззащитным. Щит или броня? Вот это уже сложный выбор. Дело в том, что я... В броне здоровяки, А щиты я вроде с одного выстрела и снайперской винтовки сбиваю. Так что лучше броню. Что? Агент поддержки ослабляет тяжёлые цели. Он пробивает их броню на короткое время, делая жертву уязвимой. Я так и понял. Так просмотр я не жал, ну ладно. Так, а где... Где вход? Эмм... Встретимся у дверей, сказал он. А, тут много дверей. Справедливо. Гранатку я возьму. Одна граната осталась всего. Ничего себе вот-то плохо. О, это плохо. Гранат-то нет. Но надеюсь, ловушки до силы будут функционировать. Потому что они мощные. И их много довольно-таки. Да, вот и щиты. Учёты. Но у тебя нету бомб рядом с... Так, ладно. Пока не будем ничего делать. Так, ты... Увеличишь наш урон. Только смотри, не ослепляй. Я тут бесишь пиздец. Ты... Откинешь... Всех к куям. Ну, а я гранату закину в турели. Может, ещё и зацеплю кого-нибудь. Ещё один готов. Ещё один готов. Так, ну... Не давайте им чиниться. Тащилба. Давай. Нико, давай. Я не сдамся без боя. Готов. Так, чем бы их... Отвлеките его огонь. Так. Нажмите space, чтобы перейти в тактический режим. Это, конечно, хорошо. Мы дали мы. Ты. Защищайтесь сами. Тут нужен щит. Щит поднимается. Блин, почти. Атакую. Так, чту этого мало хп. укрыться уже иду так ну-ка до силы у тебя восстановились твои бомбы сейчас давай я не сдамся бесплатно карта внимания я не могу отвлеките этого ублюдка выходите и деритесь уплёдки почти прорвались похоже ты их достал карта внимания чё внимание-то толкни его внимание в смысле ты хочешь сказать вверх я пошёл чем бы еще отвлеки его внимание да и не одно судя по всему так ты давай исполняй какие-нибудь роли там свои шансы и вам считают уколку поставить чтобы у вас урон хочу повыше было то вы бесполезны стеклян так ну взрывать тут нет ни смысла никакого так ты сагри меня вот это отвлеките этого ублюдка подчеркнули ул в 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 Поднажми! Мы дадим их! Сейчас, пока не прочухался! За Родину! Так, подождичка. Тасилва, давай! Вверх и в сторону! Тасилва, пора! Тасилва, пора! Они приближаются! Верная позиция! Блин. Мне нужна помощь! Да, ты убежал, дебил. Бей их! Ну... Назад! Цель шеревите, ублюдки! Вот и всё! Внутри поговорим! Принял, понял. Мы будем там. Барнс, скажите Фолку, что мы нашли Дасилву. Вас понял! Рад, что вы нашли его! Надо бы патрончиков. Это вечно не хватает. Пойду пособираю. Отлично. Почти насобирал. Хорошо, хоть у напарников не кончается патрон, а то я бы вообще тут охуел от такого микроменеджмента. Ну, почти. Наверное, если бы её уничтожили, то она была бы типа... Ну... Ну, вы понимаете. Ну, вы понимаете. Наверное, понимаете. Я сам не всегда понимаю, о чём я говорю. Но вы должны понимать. Вы же давно меня смотрите. А если нет, то я не понимаю, почему вы меня смотрите. А, нет, я же клёвый точно вспомнил. Именно поэтому вы меня и смотрите. Кстати, это седьмая серия летсплея, так что тот, кто сказал, что меня хватит на шесть частей, тот облажался. Хе-хе, лузер! Так, утреннее объявление социальной рекламы. Доброе утро, письма. Мы в Кноу хотим вам напомнить. Не переживайте и позаботьтесь о себе. У нас эпидемия гриппа, и я не хочу, чтобы кто-нибудь из моих верных слушателей похватил его. Пейте больше жидкости, мойте руки, прикрывайте рот, когда кашляете, как вас учили. Однако одно яблоко в день, и вам не нужен врач, а супермаркет. Лефельмана предлагает большие скидки на яблоки. Средства от простуды и имбирное пиво Брокс. Сегодня же загляните к Лефельману. Да, я слышал то, что яблоки, они от рака спасают. Что-то мне бы сказал, что это не грипп, ни хера. Мы прерываем аварийные вещания ради последнего объявления. Надеюсь, кто-нибудь меня слышит. Болезнь... Появилась пару месяцев назад. Мы думали, это грипп. Грипп. Советовали обращаться к врачам. Пить много воды и сока. Мы ошибались. Болезнь распространялась все быстрее. А когда мы ослабли, они напали. Если вы это слышите, если вы еще не заразились, держитесь подальше, держитесь подальше. Мы прощаемся с вами. В последний раз. Держитесь подальше от чего? Drinking Water. Питьевая вода. Хорошо. Что вы... Я уж думал, вообще никто не придет. Уэл, здорово, что прислали тебя. Что с тобой случилось? Ника, ты же... Да, Уэл. Я тоже подцепил эту хрень. Я долго не продержусь. Но сделаю все, что смогу. Как тебе помочь? Набей им морду. За меня. И за моих ребят. Так. Где твои люди? Редмонд и Кинни. Убиты. Мы вошли в башню, сработала тревога. Они погибли сразу. Мы понять ничего не успели. Ничего не успели. Мертвые. Ты сделал все, что мог. Я знаю, ты своих не бросаешь. Это было так давно. Но... Потом я прятался. Я изменяюсь, но... Я пока держусь. Это началось так давно. Какой сегодня день? Чё? Я уничтожу их. Всех мразей под корень вырежу. Поэтому я рад, что прислали тебя. За супермаркетом. В подвале. Их машины прорыли туннель. Он ведет к башне. К башне. Ника, не отъезжай. Что еще? Просто... Ходи осторожно, Картер. Не знаю, что они там делают в этой башне. Но нас там не ждут. Что внутри? Кто нас будет встречать? Снаружи солдаты. Огневые точки. Придется здорово попотеть. Но я попробую их отвлечь. Может, вы успеете пробраться у них. Самое сложное, попасть внутрь. Внутри сразу отключите сигнализацию. Мы не смогли. Редмонд и Кинни за это поплатились. Ты знаешь, как подхватил эту заразу? Нет, или... Нет, не знаю. Я как будто не спал неделю. Неделю. В башне все перемешалось, и я его чувствую. Внутри. Оно вытягивает меня. Но я не сдамся без боя. Без... Мы тебя вылечим. Ложную надежду надо ему. Наши ученые на базе... Не свисти, Уилл. Лекарства нет. Я не хочу, чтобы этот фашист ставил на мне эксперименты. А, немножко нацизма, это хорошо, да. Прости, Нико. Нам пора... Вторая мировая... 17 лет как кончилось. Еще все помнят. Я сейчас много не навоюю, но списывать меня еще рано. Я их отвлеку на пару минут, а вы проскользнете мимо. Нико, ты собираешься... Да, Картер, я не собираюсь тут сидеть, пока не усну. Черт, вы все. Я солдат. И хочу уйти, как полагается. Ты спасешь больше людей, если поможешь найти лекарства. Картер. Не спорь со мной, Нико. Ладно. Тогда скажи яйцеголовым назвать лекарства моим именем. Ладно. Я вызову рейнджер. Пускай подождут пару минут. Как увидишь бензоколонку, дай сигнал. Я приготовил им... Такой сюрприз. Сюрприз. Барнс, готовьтесь эвакуировать до Силву. Сообщите на базу, пусть готовят карантин. Вас понял, Картер. Все сделаем в лучшем виде. Еще бы. Ну что ж, капитан Гарнер, мы столкнулись с этими тварями. Может, это пришельцы прямиком из фильма ужасов. Патруль этих чужих проходил мимо. И Мэйер отпустил шуточку насчет их лиц. Они бы прошли дальше, если бы он держался у чертов рот на замке. Но он повторил шутку и привлек их внимание. Эти ублюдки убили Каррузо, прежде чем мы с Буллом прикончили их. А Мэйер все повторял ту шутку снова и снова. Наверное, бедняга поехал мозгами. Но мы через такое прошли, что я не могу его винить. Сейчас мы залегли в здание радиостанции Кноу, дом надежды. И к нам подошло еще несколько ребят. К сожалению, скоро нам придется уходить. У нас кончаются припасы. Оружие этих пришельцев лучше нашего. Оружие этих пришельцев лучше нашего. Они не страдают от недосыпания. И им не надо прятаться. Нет, они расхаживают здесь, как у себя дома. Может, так оно и есть. Мы хотим пробраться в ту башню, чтобы узнать, что они делают с лунатиками. Это мой долг как офицера полиции. Мы пойдем к супермаркету Лефельмана. Он рядом с основанием башни. А пока что я прослежу за мэром. Лейтенант Марк Гизма. Гимза. Гизма тоже неплохо. Полицейское управление ПИМа. Ну что ж. Что ж, что ж. Что ж, да. На этом мы остановимся. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Смотрите продолжение. С вами был Сет. И до свидания.